Приветствуем вас на информационном канале криптоиндустрии и блокчейн технологий. Наш сегодняшний выпуск традиционно начнем с обзора рынка и цен на криптовалюты. Цена первой криптовалюты биткоин на сегодня составляет 8200 долларов, продолжая показывать тенденцию к росту на фоне позитивных новостей за последнее время. Биткоин кэш также продолжает фазу активного роста, которая началась 10 ноября прыжком цены с 600 долларов до почти 1700 долларов и на данный момент консолидировалась на уровне 1200 долларов. С точки зрения традиционного понимания финансового рынка, это еще один пример уникального феномена взрывного роста, порожденного рынком новых технологий. Остальные криптовалюты ТОП-20 показывают смешанное поведение с незначительным ростом или падением. Лидерами роста является криптовалюта Dash, занимающая пятую позицию в рейтинге ПОК-капитализации. Она показала 5-процентный рост, как и криптовалюта Monero, которая показала рост в 3% и занимает девятую позицию в рейтинге криптовалют. Из отстающих можно отметить криптовалюту Neo, которая буквально обвалилась более чем на 9% на фоне негативных новостей, криптовалюту Cardano с ее падением в 5% и Ethereum Classic, снизившуюся на 2%. В то время как биткоин достигает новых высот и показывает новые максимумы, а крупные биржи готовятся к запуску фьючерсных контрактов, некоторые эксперты делают футуристичные прогнозы по поводу цены биткоина в будущем. Основатель и SEO-компании Morgan Creek Capital Management Mark Yushka видят возможным рост цены криптовалюты до отметки 400 тысяч долларов. Несмотря на то, что данный прогноз может показаться нереалистичным для многих экспертов рынка, стоит отметить, что подобного рода прогнозы звучали также нереалистично о будущей цене биткоина в 8 тысяч долларов несколько лет назад, когда его стоимость колебалась от 200 до 600 долларов. Мы будем пристально следить и держать вас в курсе событий. Европейский лидер на рынке банковских и финансовых услуг BNP Paribas опубликовал отчет в The Telegraph, в котором заявляются причины возможного ограничения роста биткоина. В частности, речь идет об отсутствии так называемого центробанка для криптовалюты биткоин. В понимании для любого финансиста роль центробанка вполне ясна, а именно поддерживать ликвидность рынка и нормализовать процессы спроса и предложения. Конечно, в отношении децентрализованной криптовалюты это не является простой задачей, так как, по нашему мнению, это соперничает с одним из основных принципов самого рынка криптовалют. Сейчас мы говорим об отсутствии единой точки влияния и контроля. Среди других рисков для криптовалюты номер один отмечаются высокая волатильность, отсутствие регуляций и дефляционная природа, которая присутствует в валюте на данный момент из-за ограниченности возможностей по объему выпуска. Чикагская биржа опционов и Чикагская товарная биржа опубликовали финансовые детали готовящегося инструмента по торговле фьючерсными контрактами на биткоин. В частности, была предоставлена информация о минимальном размере контракта 1 биткоин и 5 биткоинов, а также минимального изменения цены тиков, соответственно, в 10 и 25 долларов. Многие финансисты пристально следят за развитием ситуации и рассматривают возможность начать торговлю фьючерсными контрактами на биткоин уже в самое ближайшее время. Когда это произойдет, это станет очередной вехой в развитии криптовалюты и криптоиндустрии в целом и, несомненно, послужит сильной поддержкой для индустрии. А сейчас наш эксперт по блокчейн и цифровым валютам Александр Русанов поделится с вами своим экспертным мнением на следующие вопросы. На данный момент нам известно две успешно внедренных ветви криптовалюты биткоин. Это биткоин кэш и биткоин голд. Несмотря на разную судьбу этих двух криптовалют, на данный момент можно констатировать факт, что отмена Нью-Йоркского соглашения и планов по внедрению Сегвит-2Х послужила поддержкой как для первой и для второй. Криптовалюта биткоин кэш на данный момент занимает третью строчку по капитализации, чем не может подхватываться биткоин голд. Особенно в свете последних проблем с крупными майнингами пулами и заявлением о том, что они понесли достаточно большие убытки в попытках намайнить биткоин голд. Тем не менее, биткоин голд также заняла свою позицию и пришла к консолидированной цене на уровне 200-300 долларов за единицу. В то время как биткоин кэш на данный момент держится на уровне 1200 долларов и показывает стремительный рост. Но не будем забывать, что биткоин кэш запустилась еще в августе, имея очень большой риск, если бы Нью-Йоркское соглашение было принято и Сегвит-2Х был внедрен. Но фактически на рынке сейчас любая группа разработчиков может сделать свою ветвь и создать новую криптовалюту, порожденную от биткоина. В ближайшее время мы готовимся к появлению минимум четырех новых ветвей, а именно биткоин даймонд, биткоин сильвер, биткоин анлимитед и супер биткоин. Получат ли эти форки поддержку рынка? Это интересный вопрос, который мы будем анализировать в наших будущих выпусках. Основной идеей, стоящей за реализацией любой из ветвей биткоин классик, является решение проблемы пропускной способности, то есть возможности генерации и обработки большего количества блоков в единицу времени. В этом заинтересованы как майнеры, так и инвестора в криптовалюту, которые ожидают снижения времени обработки транзакций и повышения тем самым количества операций в единицу времени. С одной стороны, возможность создания новой технической ветки биткоина должно являться катализатором к скорейшему улучшению технической стороны криптовалюты. Но с другой стороны, это не является гарантией того, что эта криптовалюта или новая ветвь получат поддержку рынка и достигнут успеха биткоина. Можно однозначно сказать, что различные группы продолжат влияние и лоббирование своих ветвей биткоина. Мы будем пристально следить за всеми новостями на форумах и блогах касательно внедрения улучшений в биткоин классик, с чем мы будем вас знакомить в наших следующих передачах. Спасибо! И завершаем наш выпуск анонсом других новостей и полезной информации. Крупные финансовые институты Goldman Sachs и GPA Morgan Chase проводят тестирование операций с ценными бумагами на основе технологии блокчейн. Подобное заявление также сделали BNP Paribas, Credit Suisse и Citi. Государственный банк Индии также внедряет технологию блокчейн и уже в следующем месяце запустит решение с использованием смарт-контрактов. Дополнительно объявлено о запуске приложения по идентификации клиентов на этой же технологии. Биржа Bittrex начала торговлю криптовалютой Bitcoin Gold. Создатели Tether заявили о крупной хакерской атаке, в результате которой было похищено средство в размере 30,95 млн в долларовом эквиваленте. Миллиардер Тим Дрейпер в ходе интервью заявил, что людям нужна информация о криптовалютах, а не госрегулирование. На данный момент это вся информация, которую мы хотели бы с вами поделиться. Смотрите нас на Мост Видео ТВ, подписывайтесь на наш канал в Ютубе, ставьте лайки и не пропускайте выпусков. Тогда вы будете в курсе всех событий блокчейн-технологий и криптомира. Редактор субтитров А.Семкин